На совещании в администрации главный санитарный врач Татьяна Крайнева представила отчет об уровне инфекционной заболеваемости в Саянске за 9 месяцев текущего года. Всего было зарегистрировано 6564 случая заболеваний, из них 4363 ребенка. Эта цифра ниже аналогичного периода прошлого года, когда было зарегистрировано 8741 случаи заболевания. Снижение произошло за счет снижения случаев ОРВИ. Их за 9 месяцев зарегистрировано 5342 случая. В прошлом году регистрировалось 7636 случаев ОРВИ. В сезон 2018-2019 года меньше болело население этой группы инфекции. И у нас не возникали ситуации, когда бы приостанавливался учебный процесс в общеобразовательных учреждениях. Надо сказать, что в сезон 2018-2019 годов было лабораторно подтверждено 14 случаев гриппа. Из них в 10 случаях болели дети. В Саянский план прививочной кампании нынешнего года 50% населения от общего количества жителей. На сегодняшний день, хотя и регистрируется рост простудных заболеваний, ПИД порог не превышен. Актуальной остается в Саянске заболеваемость населения вне больничными пневмониями. За 9 месяцев текущего года вне больничными пневмониями переболели 253 человека. Из них 66 детей. Это цифра выше, процент выше, по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 143 случая. Почему это происходит? Это происходит потому, что несвоевременная госпитализация, несвоевременное начало лечения острых простудных заболеваний, которые осложняются вот этими вне больничными пневмониями. Конечно, нам здесь как бы обращать внимание и на детское население. Почему? Потому что мы по этому показателю выбиваемся в сторону увеличения по сравнению даже с другими муниципальными образованиями и Руковской области. Обязательной иммунизацией против гриппа подлежат дети 6 месяцев, учащиеся с 1 по 11 классы, студенты профессиональных образовательных заведений и вузов, работники медицинских учреждений, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа, что позволит легче перенести болезнь и избежать серьезных осложнений, таких как та же внебольничная пневмония.